Оружённые силы России начали сегодня масштабную боевую операцию сразу в двух провинциях Сирии. Об этом Владимиру Путину доложил Сергей Шойгу. Массированные удары наносятся по заранее разведанным целям. Задействованы корабли, которые бьют крылатыми ракетами «Калибр», береговые ракетные комплексы «Бастион», а также самолёты с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». У берегов Сирии сейчас находятся наши корреспонденты Алексей Баранов и Александр Кацуба. А в Сочи, где проходило совещание с участием главы государства, работает Александр Балецкий. Вот их репортаж. Ровно в 10.30 адмирал Григорович выпускает по позициям террористов «Калибры». Грозное и уже зарекомендовавшее себя оружие. Крылатые ракеты методично одна за другой. Летят точно в цели с акватории Средиземного моря. Одновременно огонь с моря, суши и воздуха. Береговые комплексы «Бастион» бьют без промаха. И вот впервые в истории российского военно-морского флота в боевой операции участвует авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и его полубная ударная авиация. О деталях начатой сегодня новой полномасштабной операции против террористов в сирийских провинциях Идлиб и Хомс министр обороны доложил верховному главнокомандующему. Попросим министра обороны доложить о выполнении российской группировкой спланированных на ближайшее время задач. Доложите о том, как идет эта работа сегодня. Пожалуйста. Сегодня в 10.30 и в 11.00 мы начали большую операцию по внесению массированного огневого поражения по позиции Могилы, Жевхата, Носрыв, провинции Идлиб и Хомс. В этой операции принимает участие адмирал Григорович. Он сегодня совершил пуски крылатых ракет «Калибр» по заранее определенным разведанным целям. Кроме этого, береговые ракетные комплексы «Бастион» совершили также пуски по целям в глубине Сирии. И впервые в истории российского военно-морского флота в боевых действиях начал принимать участие задействован авианесущий крейсер адмирал Кузнецов. И сегодня с этого крейсера начали работать наши самолеты Су-33. Эта массированная молниеносная атака планировалась несколько дней. Съемочная группа Алексея Баранова наблюдала за всем с борта фрегата адмирал Григорович. Многоцелевой фрегат адмирал Григорович произвел зал. Мы видим, как открываются крышки пусковых установок. Сами крышки опалены, из шахт вырывается дым. Ракеты «Калибр» взяли заданный курс. За то время, за те полторы минуты, пока мы выбирались из укрытия, в небе рассеялся даже инверсионный след. Зато на палубе можно обнаружить обломки контейнеров, в которых ракеты и хранились в этих самых шахтах. Результаты ударов контролировались разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами. В непосредственной близости от российских военных кораблей, несущих дежурство в Средиземном море, работают и боевые иностранные. Судя по кадрам, снятым уже после боевой стрельбы, иностранные военные корабли продолжают идти с нашими параллельным курсом. Все цели заранее определила разведка, космическая и наземная, так что ошибки исключены. Российские военные уничтожают склады боеприпасов, боевиков, их центры подготовки, даже не цеха, а настоящие заводы по изготовлению оружия массового поражения. То, что боевики используют химическое оружие против сирийских военных и мирного населения, уже ни для кого не секрет. Мы отправили туда большую группу наших войск радиационно-химической и террористической защиты для определения отравляющих веществ, которые используют террористы. За последнюю неделю они это использовали дважды. Именно по этим целям и наносятся сегодня удары. Они будут продолжены. То, что удары с моря и воздуха точные и точечные, подтверждают данные объективного контроля. Над заданными квадратами баражируют беспилотники и разведавиация. Александр Кацуба передаёт с борта авианосца. Стасик включает форсаж. Самолёт с кораблина адмирала Кузнецова врывается в сирийское небо. Корабельная авиация уходит на выполнение боевой задачи. Истребители Су-35 отправляются в полёт друг за другом. Примерно через 10 минут полёта самолёты выходят в заданный квадрат в провинции Идлиб и Холмс. Здесь, по данным расцветки, сосредоточены крупные силы террористов. Корабельная авиация впервые участвует в нанесении ударов по позициям боевиков в Сирии. На борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» новейшие российские самолёты. Поставленная задача выполнена. Все цели уничтожены. Кроме береговых комплексов «Бастион», докладывает «Шойгу», российских военных прикрывают и комплексы «Панцирь». Собственно, сирийская операция – это, по сути, и есть новый облик российской армии, которая, и это теперь очевидно для всех, способна моментально решать задачи в любой точке мира. А для самой армии – это и обкатка новейших образцов вооружений. Их доля в войсках, заявил сегодня президент, к концу года составит уже половину. С неба поднимается пара многоцелевых истрепителей Су-33. Впервые в российской истории корабельная авиация работает в реальной боевой обстановке. Подкрыли ими у Су-33 высокоточное оружие. Вот такие ракеты системы лазерного наведения. Эти ракеты способны поразить цель со склонением всего лишь в один-два метра. Этот самолёт сконструирован специально для крейсера «Адмирал Кузнецов». Это головной корабль оперативного соединения военно-морского флота России в Средиземном море. Рядом параллельным курсом идёт атомный крейсер «Пётр Великий». Чуть поодаль – несколько противолодочных кораблей и сторожевик сметливый. Всё это время за российской авианесущей группировкой следят корабли НАТО. Ещё ранним утром, когда началась подготовка к боевым вылетам, высоко в небе появляется иностранный военный вертолёт. Он облетает эскадру, явно опасаясь приближаться к нашим кораблям. Огневая мощь, которая здесь сосредоточена, заставляет любого держаться на расстоянии. Прежде чем отправиться на боевое задание, российские лётчики совершают несколько десятков тренировочных полётов. На взлёт идут с неполными баками. Подготовка истребителя Су-33 к вылету занимает около полутора-двух часов. Техники встаёт ещё на рассвете и тщательно проверяют все узлы и агрегаты самолёта. В данном случае, например, потребовалась замена резины на шасси. Корабельная авиация действует в тесной связке с авиагруппой, расположенной на базе Хмимим. Координаты целей установлены воздушной и наземной разведкой и многократно перепроверены. Выполнив боевые задачи, все самолёты, базирующиеся на адмирале Кузнецове, возвращаются на корабль. Из прибрежных районов Сирии удар по боевикам наносит ракетный комплекс «Бастион». Он оснащён ракетами «Оникс». Результаты стрельбы контролируются самолётами воздушной разведки и беспилотниками. Эти кадры наглядно демонстрируют эффективность нашего оружия. Ракетам под силу уничтожить даже подземные бункеры и коммуникации, расположенные в глубоком тылу противника, чтобы у боевиков не было ни сил, ни возможности подтянуть резервы к восточному Алеппо, где в окружении находится крупная группировка террористов. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...